Вы когда-нибудь обвиняли Бога в том, что он неблаго и несправедлив? Такой вопрос, я думаю, озадачит многих, ведь вряд ли кто из нас вообще сознательно пойдет на такое, потому что все мы прекрасно знаем, кем есть Бог, а кем есть я. Но идя на служение в холодную дождливую погоду, свежевычищенных туфлях по грязи, мало кто из нас удержится от внутреннего недовольства, выраженного в тихом ворчании. И мы не осознаем, что в данный момент мы поставили себя выше Бога. Ропот или, выражаясь современным языком, недовольство – это одна из тех болезненных, дискуссионных и часто спекулятивных тем, потому что преследует каждого. Но кто из нас не выражал недовольства за последние несколько дней? Обычно роботник говорит о какой-то несправедливости, ну, будь то здоровье, погода или действия какого-то человека. И он, как правило, не направлен на что-то определенное. Это всего лишь тихое внутреннее недовольство. Лучше всего суть ропота описана в книге «Исход». Когда, испытывая голод во время странствования по пустыне, возроптало всеобщество сынов Израилевых на Моисея и Аарона. Но это не полная картина происходящего, потому что описывает события только в одной плоскости. В ответ Моисей сказал народу «Не на нас, робот ваш, но на Господа». И это то, чего они не видели. То, что происходило на самом деле. После того, как не стало воды, израилетяне снова возроптали на Моисея. И он снова указал им на суть проблемы, которая таилась в глубине их сердец. И это уже серьезное заявление. По своей сути, Моисея винил их в том, что они поставили себя выше Бога. Именно в перестановке ролей основная суть ропота. Он открывает нам наши истинные духовные привязанности и показывает, на кого или на что мы надеемся на самом деле. Мы берем на себя право судить, что справедливо, а что нет. И гневаемся, потому что ущемлены не права Божьи, а наши собственные. Наше недовольство говорит Богу. Ты не благ. Ты не справедлив. Ты не можешь дать мне того, в чем я действительно нуждаюсь. Мы обрекаем себя на постоянную неудовлетворенность, когда превращаем свои нужды в объект поклонения. Потому что забываем, что жизнь, спасение и материальные блага мы имеем не потому, что заслуживаем, а потому, что Бог излил весь твой справедливый гнев не на нас, а на Своего Сына Иисуса Христа. Чтобы победить недовольство, нам нужно сначала перестать считать себя жертвой. Во-вторых, нужно научиться принимать все обстоятельства, посылаемые нам Богом, потому что Он знает, что лучше именно для нас. И напоследок, научиться задавать себе вопрос, как я могу прославить Бога через эти обстоятельства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok